Приветище! Это Неправильный Мир и наш Михалыч. Ты только посмотри на эти деревья. Наш бекончик, а точнее не бекончик, а этот, как его... Короче, мясо. И как ты помнишь, мы сравниваем условия. Тут у нас есть раститель, он поливает все мои растения. Мы посмотрим, где лучше растется, в теплице или на воле. Ой, ой-ой-ой, ты посмотри, это ж смерч снова к нам идет. Но он вроде бы не у нас тут, он там наверху, поэтому побарабану. Мы тощим тут. Что по поводу инженерии. Сегодня мы будем с тобой делать смертельный посох света. Вершина эволюции палок, большой радиус, огромный урон, куча веселья. То, что нам нужно. Точно! Какая нафиг топливная ячейка посох? Мы же хотели с тобой оградить наш участочек. Нужно сделать ловушек, модульные блоки дома, садовый забор. Короче, у нас сегодня куча дел. Будем обустраивать наше убежище. Сейчас мы покопаемся в нашем сундучке. Возьмем 100 камня. И можно фигачить этих стен хоть сколько нам угодно. Смотри, как она выглядит. Такая вот огромная стеночка. Значит, ограждаться мы будем вот так вот. Но также мы эту стенку можем менять. И в строительном режиме. Давай попробуем. А, мы можем... Вот как. Мы можем форму ее менять. Нифига себе! Нифига себе, она может быть длинной. Блин, а вот тут, конечно, просвет этот меня не очень устраивает. Все! Здесь у нас стенка есть. Должно поменьше вражин всяких пролазить. И сейчас пиндюлим еще и сюда. Стеночку, да что вас! Где мои вооружения? Вначале стенку оставим. Он плюется в меня! Засранец! Иди сюда! Так, с этим мы разобрались, чуваком. Осталось переделать наш стеночку. Все! Забор у нас возведен. Вот такой вот кассой кривой. Ну, какой есть. Следующий наш шаг. Это модульный блок дома. Построй дом из этих модульных блоков. Все, что нам нужно, это 10 камней и 10 дерева. Дерево у нас с тобой здесь полно. Прямо на наших грядках растет. Поэтому пришло время срубить уже. Что-нибудь. Делаем модульный блок. И куда мы его поставим с тобой? Ну, наверное, здесь. Наверное, здесь. Сейчас мы его развернем. Чтоб он ровненько вот так вот прям был. И строим. Готово. Теперь нужно этот модульный блок видоизменить. Давай попробуем. Во! Смотри! Значит, это у нас получается пол. Нам нужны стены. Вот тебе, пожалуйста, стенка. Желательно несколько. Вот, две. Но это получится совсем маленький домик. Нам нужно побольше. Давай, короче, у нас вот будет стенка. На полу у нас будет плинтус. Оранжевого цвета. Ну-ка, применить. Ой, кажется, мы покрасили не только пол. Но вот. Так, ладно, остановимся на таком варианте. Нам нужно еще построить один модульный блок. Готово. Да блин, чертовы черти, как вы меня задолбали. Сейчас я себе замок отстрою. И шиш вы меня достанете. Ну, все. Теперь возводим стенки. Стенки у нас готовы. Эм, нужно обязательно сделать дверь. В итоге, я так понял, для постройки моего дома придется срубить все деревья, которые у меня есть тут на моих грядках. О! Деревянные злыги. Давненько тебя не видно было. Так, значит, теперь делаем дверь. Вот она, дверочка наша. Лупанем ее, наверное, сюда. Ну-ка. Открываем и заходим. Ну, правда, не совсем она открывается. Мы прям телепортируемся в комнату и из комнаты. Просто шикарно. Я думаю, что домик мы сейчас его перекрасим. А то он какой-то, ну, прям скучненький. Например, вот солнечного немножечко света добавим. Нет, это слишком будет. Оранжевенький. Вот, оранжевенький, это уже норм. Вот это уже норм. С таким можно жить. Кажется, вихрь! Чтоб меня. Нужно срочно потолок сделать. Потолок. Крыша, крыша, крыша. Крыша вот так. Надо замуроваться. Как можно скорее. Все. Крыша сделана. Надеюсь, нас не достанет. Сейчас вылезем на улицу, посмотрим, что там. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вон он, вихрь. Совсем близко к нам. Но, надеюсь, он до нас не доберется. Короче, домик у нас готов. Вот такое вот царство. Но, я думаю, надо сделать этажи побольше, чтобы видно было мой дом. Из любой точки острова. Жалко, окна непрозрачные. Это капец, как мешает обзору. Значит, нам нужно сделать осветительный прибор. А то ни черта не видно. Внутренняя лампа. Опять дерево, одна батарейка кожа. Что там для батарейки нужно? Кислота. Надо добежать до сундука. Пойдем. Вихрь там. Бежим к сундуку. Нужна кислота. Вот у нас кислота. Пять штук есть прям. Твою ж налево. Слизни появились. Бежим. Здесь-то они меня не достанут. Все. Слизни... А, нет, слизни не ушли. Но вихрь ушел. Делаем батареечку. В принципе, в принципе, все остальное у нас есть. Пять дерева. Я не знаю, есть у нас пять дерева. Двенадцать дерева у нас есть. Я думаю, для лампы, да. Сейчас мы соорудим с собой лампу. И дома у нас будет светло. Вот так вот светло. Осталось только затащить ее туда, в дом. Оп. Где-то я ее должен был поставить, но что-то не поставил. Она у нас встала почему-то в дверном проеме. И я ее поэтому не видел. Восстанавливаем наши стяночки. Все как было. Все как пофинчую. Отлично. Теперь у нас здесь светло. Это здорово. Нужно перенести все наше оборудование теперь сюда. Пойдем заберем, значит... Да не знаю, костер надо в дом. А, фиг с ним. Забираем, значит, нашу плавильню. Ой-ой-ой, ешеньки. Ты посмотри, что степлиц творится. Это у нас беда. Ледяное дерево и мясное дерево прорастают. Забираем электроверстак наш. Нужно его поставить сюда. Все в дом. Теперь все тащим в дом. Костер, по всей видимости, мы тоже в дом. Замечательно. Конечно же, конечно же, наши горшочки с цветочками. Ой, цветочек оторвал. Ну, блин. Смотри-ка, забрал горшок, а цветок остался. Ну, что ты будешь делать? Все. Я все перетащил домой. Вроде бы ничего не забыл. Все остальное остается здесь. Значит так. Стены мы обратно возводим. О. Уютненько теперь у нас тут. Прикольно, что у нас теперь есть плавильня в доме. Вместо камина будет. Верстак поставим сюда же, рядышком с плавильней. Сюда же и сундучок. Ну, кострище я даже не знаю. Костричь, наверное, здесь пусть у нас будет. А цветочки, цветочки, которые нужно поливать. Пускай будут здесь. Рядом с лампой. Короче, убрал крышу, чтобы посмотреть вот этот вариант. Как он. Ух ты ж, как красиво-то выглядит. Вот этот вариантик получше. Наверное, его-то мы и сделаем. Ну-ка, давай посмотрим. Как это все выглядит снаружи. Ой, ну все. Теремок у меня теперь тут. Шикарно. Ну, думаю, садовый забор я делать не буду. Тут даже прям так и написано. Совершенно бесполезный кусок дерева. Знак. Дощечка, указывающая на разные штуки, чтобы вы не потерялись. Не думаю, что это мне понадобится. Флагшток. Высокая штука с тряпкой для людей с затрудненной навигацией. Вот эта штука мне бы пригодилась. Давай-ка сделаем. Это после того, когда я затеряюсь где-нибудь. Чтоб я видел, где находится мой домик. Но я бы не сказал, что он высокий, что его видно будет прямо издалека. Как насчет его поставить куда-нибудь наверх? Все, затащил флагшток вот сюда. На самую верхушку. Поставлю ее... Поставлю его вот здесь, прямо на этот камень. Ну все, думаю, что издалека теперь видно будет, где находится мой дом. Плажочек у нас оранженький вот такой вот. Все замечательно. Ой, а какой домик-то красивый. Ну просто, я с ним балдю. Ну что, дом мы построили. Следующий этап. Эта телефонная будка мне бы пригодилась. Мне кажется, что при помощи... Да, точно. Тут так и написано. Система еще более быстрого перемещения. Короче, телефонная будка. Это телепорт. Если я поставлю эту будку рядом с домом, то я смогу телепортироваться в другие телефонные будки. И наоборот. Один медный провод. Да, попробуем его сделать. Слиток меди и верстак. Да уж. Ну тогда вначале надо смертоносный посох сделать. Ладно. Давай, короче, займемся алхимическим столом. Для него нам понадобится куча дерева. Кожаное дерево достигло своего максимума. По всей видимости, его тоже срубаем. Деревьев у меня тут на районе не осталось. Надо посадить новые. Нужно восстановить нашу лесу посадочную полосу. Будем сейчас засаживать... Ой. Главное, чтобы не смерч. Главное не смерч. Пожалуйста, давайте без смерча. И без урагана. Так, значит. Выкапываем место для посадки деревьев. И засаживаем туда желуди. Конечно же, спокойно мне это никто не даст сделать. Как же без вас. Товарищи слюзники. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Знакомый звук. Неужели... Энли Ло прилетела. Они хотят меня снова забрать. Че, ладненько. Пускай забирает. Посмотрим. Че на этот раз они со мной сделают? Любопытно же. Здрасте. Что, 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 что? А ничего они со мной не сделали, слушай. Просто здоровье отняли. Такие поняли. Ну, блин, шкуры у него нету, так что пошел он лесом. Нечего с него взять. И выплюнули. Чтобы сделать алхимический стол, нам также еще нужно стекло. У меня есть... Вам нужно дерево. У меня же было дерево. О, нифига себе, там змея через окно пробиться хочет. Жесть, жутковато как. Давай вылезем. У меня там дерево где-то тут лежало. Вот оно. Забрать бы его быстренько. Чтоб на нас не напали, бежим. Фух. Успели. Разжигаем, значит, плавильню. И теперь... Тихонечко... Переплавляем стекло. Все это дело у нас проходит... Под... Мелькающее лицо... Тупой змеи. Все, у нас есть два стекла. Пробуем делать алхимический стол. Алхимический стол готов. Поставим его... Поставим вот здесь. Будем тут коварные наши... Ритуалы проводить. Так... Алхимия. Теперь мы умеем делать зелье. Замечательно. Пойдем, надоем лещей этой змеи. Иди сюда, змеечка. Иди. Иди. Вау, вау, вау. А ты-то что здесь забыл? Давненько тебя не видно было. Попрыгай. О, их двое. Трое. Ты видел молния, какая красная их призывает? Мясо только не жри. Мясные деревья такие здоровые стали. Я ж тебя догоню. Догоню. Не убежишь от меня далеко. Короче, чтобы их поймать, мне нужен ствол. Какие-то странные чудики. Они меня раздражают. Особенно тем, что я их поймать не могу. Ладно. Пойдем в дом, посмотрим, что нам там нужно. Для нашего зелья... Зелья силы нам нужно. Зелья силы. Вот. Три колонны. Одно стекло и алхимический стол. Но это не проблема. Особенно со стеклом. Стекло мы сейчас переплавим. Осталось теперь найти три колонны. Колонна. Как же она выглядит? Блин, как вы меня напугали, черти. Колонна. Это... Это геликония. Это что у нас? Вот она колонна. Красная такая. Может быть, у меня тут как раз три штуки валяются, а? Две-то точно я видел. Колонна, ну где же ты? Вон, по-моему, последняя колонна, которая нам нужна. Вроде бы это она. Да, это она. Замечательно. Ну, по идее, теперь да. Зелья можем делать. Зелья мы сделали. Тут написано, что это зелья, если мы его выпьем. Позволяет наносить больше урона. Плюс 20 к урону на 30 секунд. Но это нам не интересно. Нам интересно другое. А именно аккумулятор. Еще нам нужно слиток меди. Значит, берем медь. Нужно ее переплавить. И плавим два медных слитка. Аккумулятор, наконец-то, мы делаем. Вот он у нас, царь-батарейка. И теперь мы можем сделать смертоносный посох. Ввиду того, что очень много нечисти стало вылазить у меня из-под ног, это будет полезно. Так, он у нас делался. Ну-ка. Посох, покажись нам. О-о-о, джедайский посох. Ё-моё, вот это мощь. Капец. Я ж теперь капец какой крутой. Старую палку можно выкинуть. Оставим ее вот здесь, в складе. Да, комнату со складом мне бы не помешало сделать все-таки. А то просто так валяется все. Эээ, что еще? На сегодня, я думаю, хватит мастерить. Пойдем-ка, сходим в ближайшее интересное место. Я нашел тут сооружение, вон оно. Уже отсюда видно. Со спутниковой антенной. Но не факт, что это спутниковая антенна. Сейчас мы подбежим поближе и посмотрим, что же это. Доплыли, добежали. Здесь интересный камень. Да что ты будешь делать? Ладно. Настал момент испробовать наш джедайский меч-палку. Нет. Не настал. Пойдем, короче, смотреть. Поднимаемся наверх. И тут есть огромная кнопка. С которой взаимодействовать мы не можем пока что. Может быть, тебе сломать надо? Как думаешь? О! Починить проводку надо. Не хватает одного синенького проводка. Если я починю, то эта штука заработает. Блин, надо починить, слушай. Пойдем посмотрим, проводок мы сможем сделать. Нет? Сейчас. Ну, в принципе, у меня все есть для медного провода. Так что давай сделаем его. Усо! Прибежали обратно. Втыкаем проводок. Все починили. Осталось только потянуть за рычаг. Тянем. И... Антенна заработала. Она начала крутиться. Посылать какие-то сигналы. Что? 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 Куда ты показываешь? Она нам, видимо, куда-то указывает путь. А-а-а. Ну, пойдем посмотрим, куда. Смотри, она крутится и... Че ж она делает-то? О! Это кто летит? Это на ложке, что ли? Мне это сбивать надо как-то? Скорее всего, да. Мне это надо как-то ловить, сбивать, я не знаю. Эй, черти, вы че хотите здесь, а? Вы че делаете? Так, он... Он хочет... Я тебя сломаю, нафиг! А сломать-то я не могу, красный. Че за красный? Почему красный, зеленый? Что он делает? Че это за фигня? Зеленый. Короче, непонятные какие-то вещи здесь происходят. Наша спутниковая антенна, которую мы опочинили, взаимодействует как-то с этим дроном. И дрон что-то там показывает. А-а-а! Он предлагает мне сыграть в игру! Я въехал! Надо повторить цвета, которые он выбирал. Так, я неправильно что-то сделал, и дрон взорвался. Блин. Плохо! А можно еще одного дрона, пожалуйста? Пока я думал, что с ним делать, я просто забыл то, что он проигрывал, и... В итоге вот... Вот, смотри, инопланетная тарелка летает. Мэ-э-э-э, надо, чтобы так оно... Надо сделать так, чтобы она меня не запалила. Че она приперлась-то сюда, а? Капец. Так, я дошел до какой-то глыбы льда. Здесь есть ящик, давай его разломаем. Ух ты! Медная руда, грибочек, сейчас это все соберем. Сапоги, ну сапогов у меня уже фигово тучи, я думаю... Ладно, сберем. Так, и на ложки. И на ложки меня засекли. Надо бежать. Надо бежать. Беги, Михалыч, беги! Они прямо на твою башку летают. Скоты. Ух ты! Гляди-ка! Здесь чья-то ферма. Ой-ой-ой, это инопланетянин, что ли? Твою налево, не-не-не, я вам не дамся. Это че за зеленая фигня? Это инопланетянин или че? Я въехать не могу. Он, кстати, забор, по-моему, строит. Или это пугалка какая-нибудь, знаешь, типа... Типа местная чучела. Если я поближе подойду. Ты мне что-нибудь сделаешь, нет? Нет, он вроде не собирается мне ничего делать. Ха, прикольный чел. Короче, он просто хр... О, нифига себе, он ничего не собирается делать. Лазером как мне дал. Блин, блин, блин. Я к тебе вернусь. Но в другой раз. Там он увидел интересную штуку. Пойдем сходим вон туда. Как будто вышка Теслы. Прям любопытно, что она умеет. Здесь только всякое интересное. О, развалины дома. Наконец-то инопланетная тарелка от нас отвязалась. Она улетела. Здесь всякие бочечки. Бочки, понятное дело, можно ломать, но... У меня инвентарь уже полный. Это какой-то око. Оно следит за мной, смотри. Это нифига не Тесла. Око Саурона. Можно как-то сюда зайти или что, или как? Никак взаимодействовать нельзя, да? А если я запрыгну сюда? И надаю тебе лилей. Не, похоже, так не работает. Видимо, видишь, башня горит красным. Это значит, что она неактивна. Когда она будет гореть зеленым, то, возможно, что-то мне это как-то поможет. Но пока непонятно, что да как. В общем, ладно. На сегодня похождения хватит. Возвращаемся домой. Если тебе нравится игруха, то с тебя лайк. Подписочка, если ты еще не подписан. И, конечно же, комментарий. Ну, а на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok